Всем здравствуйте! Сегодня вторник, 25 октября, и мы будем разбирать график акций «Газпрома». Давненько не было видео по этому инструменту. Помню, записывал 8 месяцев назад, еще в начале февраля, ролик. И там я сделал предположение, что при экстремальном сценарии мы придем. Получается, 161 там указывал цену. Мы, конечно, уже сюда несколько раз приходили. Прогноз не заставил, как говорится, себя долго ждать. Уже в конце февраля мы ушли существенно ниже. А ролик я записывал, когда цена была выше 323. И там я говорил, что опасно лонговать сейчас. В общем, можете посмотреть на канале. Но теперь мы глянем в настоящий момент. С тех пор уже много событий произошло, которые довольно сильно подкосили компанию. А именно ее фундаментал. И давайте проверим вообще, так ли это на графике. Первое, что бросается в глаза, это вот сильное снижение. Да, вот были почти 400. Давайте измерим. Снижение в 2008 году, потому что такого масштабного здесь на графике нет. Здесь снижение финансовый кризис, получается, 77%. А сейчас мы снизились. Возьмем текущий момент. Даже еще 60% нет. Казалось бы, да, куда можно еще ниже. Но вот этот шип, я думаю, который образовался, его нужно обязательно закрыть. Что вообще мне вот происходящее с точки зрения техники напоминает? А именно то, что вот эти части, они очень похожи. В каком плане? С своими формациями. Сейчас вот начну рисовать, вы поймете. Вот оно левое плечо, вот она голова. И вот оно правое плечо. А вот оно линии шеи. Дальше. Вот оно левое плечо. Голова. Ну, тут шип, конечно. И вот сейчас правое плечо. И здесь вот есть зона долгой проторговки в боковике. А это, как мы знаем, очень мощная зона накопления. И ее не так просто пройти. И именно здесь выше мы формируем вот эту вот конструкцию. Голова и плеч. Ну, а мы видим, да, что с пробитием линии шеи вот здесь мы потом пошли существенно ниже. Поэтому я предполагаю, что и здесь при пробитии вот этой линии шеи мы пойдем существенно ниже. И прошьем вот этот вот долгий-долгий боковик. Ну, а это попытка пойти к лоям кризиса восьмого года. А может быть, даже их и обновить. Давайте теперь посмотрим по другим индикаторам. Сейчас выключу все нарисованное. И включим такой индикатор, как скользящий средний. Здесь даже Яма-200 не видно. График небогатая история. Хотя, нет, вот началось уже построение. Сейчас вот уберем график и видно, что вот она, Яма-200. То есть мы уже пошли ниже вот этой скользяшки. Ну и больше ничего нам не говорят эти скользяшки. Включим полосы Боллинджер. Ну вот если рассматривать вот эту конструкцию, да, что она очень походит на эту. Просто здесь масштаб в большем размере. То мы вот на вот этой нижней границе полосы. Примерно как здесь, да, вот нижняя граница. И потом мы существенно ниже продавили эту полосу. И так же было вот в восьмом, когда снижались. Вот нижняя граница. Мы только к ней подошли, а потом какое еще было движение вниз. Даже вот за полосу. Поэтому, возможно, что-то подобное мы также увидим. Хватит ли у нас для этого сил? Посмотрим индикатор RSI. То есть я анализирую график на месячном. Поэтому, ну, здесь видно, что в восьмом году мы пришли в зону перепроданности. Потом в июне тринадцатого также в зоне перепроданности. А здесь мы еще довольно высоко находимся. То есть потенциал по индикатору уйти ниже. Он также есть. То тут еще можно сказать. Ну, вот наш любимый инструмент линии тренда. Я, например, вижу вот долгосрочный восходящий тренд. И мы еще не пришли на нижнюю его границу. Он в районе, ну, 120. Дальше у нас вот еще можно измерить по импульсу Fibonacci. Вот, например, по теням. По первому. Ну, вот так вот. И мы видим, что уровень золотого сечения находится чуть выше 90 рублей. А это лаи восьмого года кризиса. Ну, и если отмерить линейкой от максимума до, ну, то есть вот эти 77%, что были в восьмом году, то это как раз лаи восьмого года. Тоже в районе 90 рублей. То есть та же, как и по сетке Fibonacci. Поэтому давайте подведем итог, где я ожидаю цену. Включу рисование. Я ожидаю пробития вот этого долгосрочного восходящего тренда. Это ход ниже вот этого шипа. То есть от 120 диапазон до, там была сетка Fibonacci там на 90 с чем-то. Тон плюс это. Ну, давайте возьмем 70. То есть с обновлением кризисных вот этих лаев 2008 года. И вот здесь, я считаю, имеет смысл присмотреться к покупкам. На сегодня все. Всем пока.